Здравствуйте, Марина Рамазановна. Здравствуйте, Мадина Хазировна. Я благодарю вас за то, что вы сегодня гости моей программы. Марина Рамазановна, начнем с вас. Я знаю, что вы стали главным помощником в издании книги Мадина Хазировна. Это, конечно, большое дело. Я знаю, что вы говорили о том, что вас подвигло на это то, что Мадина Хазировна является мамой-участникой СВО. Это одна из основных причин. Но я знаю, что вы человек тоже любящий творчество. Наверное, и это тоже оказало свое влияние. В первую очередь, наверное, я начну с того, как мы вообще познакомились. Это было на мероприятии, которое было организовано нашей организацией, посвященное Дню Матери. Мадина Хазировна достаточно яркая женщина. И, естественно, то, что она мама участника СВО, у меня и в памяти осталось. И как-то вот именно именно то, что она мама, и как она прочувствовала вот это мероприятие, как она вела себя на это мероприятие, у меня это осталось в памяти. Тогда, конечно же, я не знала, что она пишет стихи, что она творческий человек. На следующий год мы повторили такое же мероприятие, было организовано. И на этом мероприятии Мадина Хазировна разъявила желание прочитать стихотворение собственного сочинения. Честно говоря, я была очень впечатлена. И так как я очень люблю вообще поэзию, и вдвойне восхищаюсь и уважаю людей, которые умеют творить, даже не знаю, как объяснить, во мне какие-то такие вот чувства возникли. И видя, как она это читала, как она была этим, знаете, вот она живет своей поэзией, я видно было по ней. Я к ней подошла, поинтересовалась. Я думала, у нее уже есть сборник, так как она достаточно такие серьезные стихи читала. Я подумала, что у нее есть свой сборник, и спросила ее об этом, и была очень удивлена, что она еще не сдавалась. И то, как она это сказала, ну что это ее как бы мечта, да, и во мне это вот как-то осталось, как вам сказать, в течение дня двух-трех я, наверное, решила для себя, что надо помочь этой замечательной женщине, у которой сын находится на защите нашей Родины, пока мы все спим в теплых, уютных домах, помочь ей осуществить ее мечту. Вы знаете, я всегда, я всегда стараюсь, чтобы у меня был в жизни какой-то девиз, и я всегда стараюсь ему следовать. Вот в этот раз я для себя сказала, помоги таланту пробиться, бездарность пробьется сама. И я понимала, что, конечно же, она рано или поздно будет издаваться, но дорогая ложка к обеду, вот именно сейчас, когда ей тяжело, когда у нее сын там, когда она проводит эти бессонные ночи, чем можно человека немножко порадовать, да, как-то ее воодушевить, чтобы она понимала, что здесь, в Карачаево-Черкесии, есть люди, которым не безразлично ее жизнь, что ей не безразлично то, что ее ребенок, находясь на службе, что он наши интересы как бы там, да, вот защищает. И я считаю, что вот в такое время нужно быть полезным и нужным. Честно говоря, не было запланировано, запланировано, чтобы вот, вот это был порыв души какой-то, вот сделать человеку что-то такое приятное, чтобы ее как-то вот успокоить, как-то ее немножко отвлечь от всего. И когда я обратилась к ней с тем, чтобы помочь ей, она была удивлена, она прислала мне свои рукописи. Я обратилась к директору книжного издательства Рози Бадиновны, она с удовольствием откликнулась, и это настолько быстро было сделано и организовано. Мы сами были, честно говоря, в шоке. Не то, что мы один ахизированы, мы как организаторы были в шоке. Вот, были удивлены, вернее, это больше подходит. Вот. И на сегодняшний день я не думала, что это будет такой резонанс, и об этом надо будет рассказывать. Я считаю, что надо делать такие дела, как бы, как обыденность. Это, ну, не должно заслуживать какого-то особого внимания. Я считаю, ну, можешь, помоги, сделай человеку хорошее, как бы. И на сегодняшний день стало резонансом, так как я возглавляю региональное отделение, эта книга была издана от имени регионального отделения. Конечно же, я должна обозначать, я должна, как бы, об этом говорить. Но я думала, что это не тот случай. Но так получилось, что сегодня стало это достаточно таким резонансным событием. Конечно, я рада, что нас приглашают, об этом спрашивают, просят об этом рассказать. В первую очередь, я рада за Мадину Хизировну, что она сегодня занята тем, что, вот, говорит о своем творчестве, что она может свои чувства как-то, вот, знаете, и людям передать. И что наши жители, жители нашей республики многонациональной смогут познакомиться с ее творчеством и узнать, наконец-то, что у нас есть в республике такие талантливые люди. Вы много лет тоже в женсовете. Как вас свела судьба с Мариной Рамазановной и как, на ваш личный взгляд, прошла презентация вашего первого сборника? Пользуясь случаем, хотела бы выразить слова благодарности тем, кто пришел на презентацию. Нереально сильно поддержали меня. Я очень благодарна организаторам презентации и рада, что мое волнение не было препятствием для чуткого внимания и понимания. Презентация прошла очень душевно. Она услышала один из моих стихов мочествования матерей участников спецоперации с союзом женщин Карачаева-Черкесии и обратилась ко мне за сборником стихов. Я засмущалась, потому что у меня нет возможности выпустить сборник, хотя этим я грезила. Она меня поддержала, сказала, ну а как же, обязательно поможем. И вот случилось чудо. Под самый Новый год мои стихи появились в свет благодаря Марине Ромазановне, за что я ей искренне признательна. С Марией Ромазановной я познакомилась два года назад на одном из заседаний Женсовета Республики. И что удивительно, с самых первых шесть дней я ощущала, что от этой удивительной милой женщины исходит такая очень добрая аура. Все ее дела, манера говорить, говорит о ее целомудренности, высокой компетентности практически во всех областях, в которых она занимается. Но я далека от сельского хозяйства, не могу судить о ее так называемых колхозных делах. Но как общественный деятель она, конечно, на своем месте. Это не только мое мнение, это мнение всех женщин, с кем я общалась на этих мероприятиях, и тех, кто ее знает не понаслышке. И хочу пожелать Марине Ромазановне, у нее большое будущее, мне кажется, здоровья, благополучия. И пусть ее хранит Всевышний. Мой сын, что на фронте, он не только тронут вниманием, оказанным к моему творчеству, он искренне рад дебюту моего спорника стихов и признателен председателю регионального отделения Союза женщин России по Карачаево-Черкесии Марине Барлаковой. В это трудное время он понимает, какую добродетель оказала Марина Ромазановна. Она, как настоящий патриот, берется за самые трудные дела нашей Родины. Мадина Хазерановна, свой сборник вы называете оттиском или оттисками своей души. Скажите, какие стихи вошли в этот сборник и как долго вы над ним работали? Мой приход в поэзию произошел не в один день. Еще в школьные годы я пыталась писать какие-то детские, лирические стишки, многие из которых я не сохранила. В последующем, повзрослев, я писала в стол, то есть не думала о публикации. Далее, мое возвращение к своим стихам стало более осознанным. И особое увлечение связано с начавшейся специальной войной операцией на Украине. Я мама офицера российской армии. Конечно, тяжело. Война живет во мне. Иной раз, оставаясь наедине с самим собой, я пытаюсь отвести душу. Очень люблю детские стихи. Я бабушка четырех деток, чем я очень горжусь. И детские стихи, я вижу, по своей внучке очень радуют. Особенно, если они сопровождены соответствующими иллюстрациями. Детские стихи. Вот так. Я постепенно втянулась. Мои друзья, с кем я иногда делилась своими стихами, они поддерживали меня, за что я очень признательна им. Они вдохновляли меня, направляли, подсказывали. Вот так, собственно, коротко о моем поэтическом творчестве. Ну, я надеюсь, вы прочитаете какое-нибудь стихотворение своего сборника для наших телезрителей. Не смейте думать плохо о солдатах, заслуживающих почет земной. Дай Бог, помирятся два брата и обязательно вернутся все домой. Вернутся. Обязательно вернутся и встретит их родимая земля России, Украине. Очень трудно идет с бандфейлерами жуткая война. Для подвига рожден не каждый. Героем станет только тот, кто за Отечество болеет и высшему уставу присягнет. В ком смелость настоящего джигита, в ком доблесть воинская стать. На зло самовлюбленному Иуде славянам братьям дружбу укреплять. Не смейте думать плохо о солдатах, от сытости, влюбленные в войну. Ну что ж, дорогие мои гости, я благодарю вас за участие в нашей программе, Марина Рамазановна. Спасибо вам за то, что вы оказываете помощь талантливым нашим людям. Благополучия вам и успехов вам в вашей работе. Вам, Марина Хазыровна, я желаю дальнейших творческих успехов, чтобы не за горами был ваш следующий сборник. Спасибо вам.